Оппозиция очень простая, его ничего не совершало преступного. Доказательств, насколько я понял, в деле нету, от слова совсем, кроме показаний потерпевшей, что и не образует совокупность доказательств. Соответственно, о чем тут может идти речь? Показания потерпевшего, показания обвиняемого один на один. Но иначе было у нас сейчас любого можно обвинить и посадить. Я просто с материалом дело не знакомился, поэтому я не знаю, может быть, там что-то еще есть? Выше познакомились? Ну, там нет ничего, ну, со слов. Есть же там что-нибудь? Нет? Нет. Объяснение, которое с него выжили, он подписал, не читая, они юридической силы не имеют, это недопустимое доказательство. Полностью воспользовался 51 статьей, сейчас он свою позицию выскажет после того, как я ознакомлюсь с материалами дела. Я так понимаю, конфликт между молодой девушкой и моим доверителем, который перерос вот в такое вот обвинение, на мой взгляд, заведомо ложным обвинением. Возможно, она испугалась чего-то и сейчас боится признаться. Все вот эти свидетели, мама, папа, там, и вся их родня, они не являются свидетелями. Обвинительный приговор может быть только основой на совокупности доказательств. Это, как минимум, должно быть два доказательства. Предположим, показания потерпевшей, ну, допустим, признательные показания, которых нет. Что еще есть? Свидетелей нет, экспертиз, ничего нет, ничего нет, даже переписки нет. Что-нибудь есть, кроме вот, он совершил вот это вот обвинение голословно. Я вообще не понимаю, почему дело попало в суд. Почему судья не завернул на начальном этапе, ну, в материалах дела нет доказательств. Просто пришли в суд с обвинением голословного потерпевшего. Никаких мероприятий не сделано подтверждающих. То есть я на данный момент вижу, как бы, возвращение дела на расследование, пускай изучают, проводят расследование, либо прекращают уголовное дело, либо проводят расследование. Суды у нас не любят оправдательные приговоры. Это для них единственный способ, скажем так, не портить статистику, скинуть следователю, пускай дальше расследуют. Ну, прокуратура, прокуратура уже там дальше. Просто нету никаких экспертиз, там, изъятия каких-то вещественных доказательств, там, экспертизы, там, на биологические вот эти вещества, там. Ничего нет, абсолютно нет ничего. Потерпевший говорит, что был конфликт. Есть основания оговорить. Не слышали историю про то, как судья Белозерская выносит приговоры в отсутствие подсудимого? Белозерская, это у меня обвинение? Не слышали? Объявила мне проходить, объявила международный розыск, дала команду меня задержать, отправить в СИЗО. В СИЗО мне закрыли. Без меня рассмотрела меру пресечения, открытия под стражу. Соответственно, объявив в розыск. Потом, соответственно, привезя меня, это вынесло определение, что мне удалить из зала судебных заседаний, и рассмотрела дело мое отсутствие. С обвинительным приговором. За две парочки просроченного творога, дала год и восемь, реального лишения свободы. А теперь шкерится. Вот я хотел ее рожу посмотреть. Так отменили приговор? Сейчас конституционная инстанция отменит. Областный суд, это естественно, это все то же самое, короче, только вот на букву М. Сейчас там такое творилось, это бред просто. До сих пор меня не ознакомили с протоколом судебного заседания, потому что туда внесли изменения. То есть мне в СИЗО, когда, по моему ходатайству, предоставляли аудиозаписи, сначала один комплект предоставили дисков, я там кое-что обнаружил, что говорит Белозерский, предрешает приговор. Я это написал, опс, они мне новый комплект, и там этих фраз уже нет. Я тут бился, сколько тут я писал заявлений на председатель. А Ленин Киев говорит, ну вам, у меня 4 комплекта дисков. 4 комплекта, по 3 диска, да. Ну, каждый комплект и каждый раз разное. Я говорю, да мне не надо этого, я хочу с оригиналом ознакомиться. Какая там, аудиозапись. Нет, у нас нет технической возможности. Ну, я в Касатке это все не указывал, потому что это не имеет большого значения. И один довод указал. Дело рассмотрено в отсутствии. Кстати, на переговор тут однозначно будет отменен. 6 февраля было подано, аксессу нажала, 6 февраля. До сих пор нету. Касатки мои, мои апеллярки, это касатки. Уже скоро полгода будет. А что у нас происходит время? Поэтому она чувствует. И поэтому судья, она не будет вести, стопудово. А какая она не Белозерская? Нет, ну у нас заявлено Белозерская, извещение Белозерская. Установлена судья Белозерская. Все Белозерская, да. Не, ну, сейчас поменяли. В связи с тем, в связи с тем, что Белозерская заболела. Ну, резко заболела. Я ходил в Человской. Резко заболела, но ничего. Ничего. Я к ней тогда в другое какое-нибудь уголовное дело приду. Просто на данный момент, если бы она сейчас меня отказала в допуске, это 100% отмена всех приговоров, которые она вынесет. Потому что право на защиту я там, ну, четко все расписал. Не допустить она меня не может. Но, судя по ее поведению, она могла на это повестись. Чтобы меня просто вот не видеть в судебном заседании. Хотя инстинкт самосохранения, конечно, должен ее унести от такого решения. Такие надо еще разгребсти по поводу... Я все равно в саде расследования подавал, по 305-е на нее, но вот поскольку нету факта отмены приговора, вот ждем отмены приговора. То есть я уже отбыл срок. Беспредел творит. В деле нету ни одного, не было ни одного доказательства от слова «совсем». Это не было должного свидетельства? Даже свидетель. Ничего не было. То есть меня обвинили в том, что я предъявил на кассу свой товар, свой, купленный в другом магазине, моей супругой. Конкретно указывал, в каких магазинах, кто купил. Супругу не допрашивали, ничего не устанавливали. Мое ходатайство о том, что посмотрите в видеокамере, у меня вообще в торговом зале не было. Ну, я ролик снимал, так сказать, скандальный известный блогер. Не знаю, слышали, может быть, нет? Мамаев Владимир Владимирович. Пофиг? Пофиг, понимаете? Ничего нету. Ну, вот, нафантазировали, что я вот... Более того, самого события не было даже. Я, значит, ну, сымитировал, так сказать, покупку, ну, на кассе, ну, вот этот масочный режим, чтобы мне нужно было зафиксировать вот этот отказ на видео, это, что я ролики делал. В итоге на меня набросился охранник, это все в магазине было. Супруга сразу же вызвала сотрудников полиции. Все, я даже из магазина не скрывался, ничего. Я сообщил, все, дальше. Вообще. Через несколько дней возбуждает меня уголовное дело. Делать мне запреты определенных действий. Ну, чтобы я интернетом не пользовался вот этого все. Ну, чтобы вот этот масочный режим, вакцинацию, ролики не делал. То есть, чисто заказное дело. И вот пускай она теперь отвечает за себя. И следователь-то уже уволился. Понятно, изначально, когда мы с ним разговаривали, что он говорит, что... А я все равно увольняюсь. Типа... Я вот сейчас отработаю заказ, и я уже сваливаю. Во! Курор, это про наш, по-моему, нет. Я уже не помню. Она нет. Все на дно лицо. Такой беспредел вообще твоя-то. Фу, время. У меня же телефон, нет? Флэн. Так что-то, пойдем туда, может? Пойдем. И кто идет? Сказали, да, в этом все-то, в Холь. Вспользу. Вот такие пироги. Ждемся. Более того, на тот момент я из СИЗО писал каждый раз заявление, что совершает преступление, что заведомо неправосудный приговор на 305-ю, на все статьи вот эти УПК, седьмую, восьмую, девятую, что он вообще творит беспредел. Более того, на тот момент уже была судебная практика о том, что там Третья Конституционный суд рассматривал какое-то дело, адвоката удалили за то, что он на мордик не одел. Суд сказал, что это УПК не предусмотрит, это нарушает там право на защиту. Офиг. Офиг. То есть, я понимаю, когда идет оценка каких-то доказательств, обстоятельств, да, это внутреннее убеждение, там может, скажется, извращенное мышление, да, но есть процессуальные нормы, их нарушать нельзя. Это 100% 305-я статья. А с учетом того, что она совершила, это часть вторая, от 3 до 10 лет. И почему она до сих пор еще здесь работает? Мы ждем, ждем приговора. Об отмене, точнее, он приговор. Я в своих роликах это говорю, я это прямо буду говорить. Никуда она не денется. Я ко сми лягу, но она сядет в тюрьму. Она думает, что просто так вот в сказку попала, что можно так вот вынести, и ничего не будет. И поэтому я сюда вот пришел, чтобы вот, я очень хотел бы, чтобы она меня не допустила в судебное заседание на основании этого ходатайства. Это еще будет ей в ее личное уголовное дело, лишение ее свободы. Это я хочу, чтобы она слышала. Вот и когда вот будет судебное заседание, я обязательно это скажу. Я, конечно, я отвод заявлю, но понятно, что она не удовлетворит. Но я все выскажу, что я должен и сказать. Пускай ждет, воронка, скоро он приедет к ней. Ну, к ней прокурорам все от этой цепочки шаблы. Правильно? Ну, и там областном суде тоже как бы невроза так вынес. Снизил мне на три месяца срок с год и восемь на год и пять. Не то, чтобы оправдать. Снизил. Все равно пытались сломать меня. Все равно в Карелию отправили. То есть я 10 месяцев в СИЗО просидел. То есть в год расследовали ни одного доказательства. Нафантазировали. Без меня рассмотрели дело. Других куча процессуальных нарушений. Я тут пока касатку подавал. Целый том потеряли. Потом нашелся. Это бардак. И все нормально. Все нормально. Ну, или время, чтобы он не успел касатку подать. Да. И потом, когда уже срок истек, я уже касатку подал, председатель мне пишет. И я вам разрешаю провести видеофиксацию. А мне нужно было зафиксировать не просто, что я делал, отфотографировал, а прям видео, чтобы было, чтобы виден был объем, прям перелистать, чтобы листы не поменяли. Вот это все, ну, чтобы зафиксировано было. Но потом, чтобы фальсифицируют, подверяют. Записи меняют. Это ж, ну, явно не один человек делает. Специалист должен делать. Поэтому я до сих пор не знаю, какая там аудиозапись. Содержат они те фразы, которые она сказала, либо не содержат. Потому что я когда в СИЗО был, естественно, там компакт-диски их поменять легко. Так, более того, я пока там находился, она трубку телефона просто обрывала. Мне просто начальники уже СИЗО, там, ФРСи, говорят, что она достала нас. Звонит и звонит, спрашивает, как у меня здоровье, как у меня дела. То есть судья интересуется подсудимым, которого она закрыла. Это что такое? Я уже приколосы, написал заявление на председателя. Говорю, ну, обеспечите, скажем так, съедание со мной. что мы это-то? Все вокруг да около. Ну, пускай встретится со мной, не знаю, пообщается, надо что-нибудь дать. Хоть не получилось, что у нас с судебным заседанием не пообщаться. А тут вот она звонит, интересуется. Или дайте телефончик, я с ней сам поговорю. Что это такое? Вообще это нормально? Белозерская. Что там, что начинается? Это Кемпский суд, самый городский суд. Поэтому я уверен, на 100%, она сейчас соскочит с этого дела. Соскочит. Заболела там, в отпуск, что угодно. Перекинуть на другого судья. У нас же как, дело, кому попадает там, электроника, как это должна выбирать. Все, она выбрала. То есть, вот документ, что дело попало ей. Ради бога, ну, поболела, выздоровела, пускай продолжает. Я не вижу здесь срочности. Человек в СИЗО вроде не сидит, слава богу. Ну да, там запрет у него есть, там на выезд. Ничего страшного, пускай белозурская ведет. Я хочу, я в глаза посмотреть, как она будет выносить очередной приговор. в отсутствие вообще чего-либо. Я чувствовал, что что-то тут будет, сорвание соскочит. Сюрприз не получился. Сюрприз не получился. Ну ладно. Такого глобального обоума и... Игорь, нас следят, слушают, поэтому они заранее все знают. До этого, когда был масочный режим, уж слишком активно я это все делал. Соответственно, я стал неугоден, потому что совсем не та политика была. Кто генерал позвонил? Ну, мы сейчас точно не знаем, но я просто решил на Чибис, а потом мне пошла информация, что, скорее всего, ну, это не тот уровень, скажем так. Не дорос Чибис еще до этого уровня. Какой-то московский генерал заказал. Ну, чтобы убрали, чтобы этих видео просто про ментов просто не было. Но они, видимо, поняли так, что, ну, раз убрать, чтобы не договориться со мной там как-то, не за это. Либо вести себя нормально на видеозаписи. а просто меня посадить. Естественно, фамилию этого генерала не знаю, но вот, может только догадываться. У нас тут и жучки мы обнаружили в машине. И сейчас вот кое-какие тут. Почему мы думаем, что они заранее знали? Ну, потому что слушают телефон, все это. Пытаются подставить. Причем очень сильно спешат, 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 потому что скоро вот, если приговор отменяют, надо что-то делать, надо предпринимать меры. Я эти заявления еще писал, еще когда дело расследовалось, и на следователя писал, что заведомо неправосудно вообще привлекают меня, просто на пустом месте. я говорю, так посмотрите, весь магазин камеры упичкан, посмотрите, меня не было в сале торговом. В этом нет необходимости. Нет ни свидетелей, ничего нет. В этом нет необходимости. Супругу мою не допросили, магазины не посетили, где куплен был товар, ничего не сделали. Год расследовали. Год. Аш-8 томов сейчас. Везетом, собственно, 8-й, 161-й. То есть, меня обвинили именно в грабеже, причем по части 2-й. В грабеже, по части 2-й, чтобы держать меня 10 месяцев в СИЗО. То есть, есть непрерывная видеозапись, где охранник ко мне применяет силы, я от него только отхожу, и они расценивают, что я принимаю, применяю к нему силы. А то, чтобы охранник превысил полномочия, то, что он отбирал, у покупателя пакет, в котором неотносящийся товар порвал его. вот это все. То есть, понимаете, сейчас, после оправдашки, значит, должны возбуждать уголовное дело против охранника, против, кто дал заведомо ложный донос. Потому что, перед тем, как писать заявление, они обязаны по камерам убедиться. Они должны вообще, когда человек обвиняют в чем-либо хищении, нужно доказать сам факт, что что-то человек в магазине берет. Но то, что человек проявил на кассе, причем это делает под видеозапись, вы знаете, что он является блогером, что он вот это вот специально, в основном говоря, провоцирует. Более того, куча свидетелей, в том числе свидетели, которые просили, приди в этот магазин, разъясни руководству этого магазина, что так делать нельзя. То есть, я ходил в другие магазины, то же самое все делал. до работников магазина доходило, после этого они обслуживали людей без маски, ну, по крайней мере, меня. А вот магазин «Окей», сняли завершение, в одно место полез. И решили с меня сфабриковать заведомо ложное заявление о том, что я у них что-то похитил. Судебное заседание откройте. В прямом смысле. Мы пришли согласно вызову на судебное заседание. Проведите формально судебное заседание. Судья дала такое распоряжение, что мы откладываемся. У вас его рассматривается вообще другая суда. Приведите судебное заседание и отложитесь. Откройте судебное заседание и отложитесь. Что непонятного? Я услышу просто. Что это такое? Мы что, просто так, что и пришли? Да так не делается. Все, назначено было судебное заседание. Приведите, все. Сейчас должны ходатайство улетворить, меня приобщить. Я должен заявить ходатайство о закалении с материалами дела. Первый момент. Второй момент. Откладывай тогда, значит, учись мои возможности. Там, я так понимаю, 28-го. У меня 28-го судебное заседание. Давайте другие даты искать. Чуть такое. Более того, что мы просто так в канцелярию подали вот это ходатайство. Мы подали просто, чтобы зарегистрировать. А оно должно именно сейчас рассмотрено быть. В судебном заседании. Чтобы нам что, второй раз потом подавать то же самое? А сегодня должны дать или нет? Моя сейчас задача, чтобы меня допустили. Все. А дальше я тут уже буду. Вот они хотят это перепрыгнуть. Они хотят меня не допускать. А затем, пойдемте, со своим подзащитным к нам. За с вами. Пойдем. Значит, смотри, сейчас твоя задача зачитать ходатайство. Давай я тебе его дам. Я вам буду только обручать. Погу. Нет, вы сейчас будете проводить судебное заседание. Да. Я вам... Ну, здесь нельзя находиться у нас. Так, держи. Это слушатель. У нас открытое судебное заседание. Заседание сейчас не проводится. Оно проводится. Выпать в момент отчищем. Если нет, то он ждет. Не просто преподатели, и зачитать. Чтобы не... Зачитать. Сейчас должны открыть судебное заседание. Если открою, то есть. Они обязаны открыть судебное заседание. Ну, Николай Николаевич, без проходит. 28-й. Я тебе продиктую, что сказать. Написать. Пиши. Настаиваю на открытии судебного заседания. Рассмотрение ходатайства. В порядке части 2-й. Статьи 49-й УПК РФ. 49-й УПК РФ. Ну вот, перепиши отсюда. Вот, ходатайство. Вот, смотри, данные. О допуске второго защитника. Я уже не стал рассмотреть ходатайства. В порядке. Ну, в порядке. Дальше и о допуске второго защитника. Рассмотрение ходатайств защитника. Об ознакомлении с материалами дела. О согласовании даты и времени судебного заседания. С учетом загруженности. С учетом загруженности. Ну, ниже пиши. С учетом загруженности. Защитника. С новой строки. Защитником заявлен. Переписываю вот эти данные. Мамаев Владимир Владимирович. В кобочках. Входящий номер. От 20.06.23 года. Да, и время какое там было. Тире до судебного заседания. Дальше, значит, подпись, расшифровка подписи, дата, время. Будьте добры только в фото передоваривали, в списке делаете. Да, да, сейчас сделаем, прижимайте. Время поставь. Подождите, время поставь. И вынеси сюда листочек, сфотографирую. Сюда, иди. С листочками, иди сюда. Где ты дату поставил? Рядышком ставь время. Ставь время. Общий. Где твоя подпись? Твоя подпись где? Вот. Пиши дата и время. Не словами, цифрами. Ну ладно, написал. Боже мой. Время это пишет. Какое время? 14.55. Все зафиксировано. Давай. Все поел. Бардак. Будут ломать голову. Конечно, не будет белозерствовать. Непонятно, что. Потому что подумай. Головой. Алло. Да. Да, здравствуйте. Ага. Финансовые сложности. Беда, яй-яй. Нету денежек у него сейчас. Все деньги мне заплатил. Ну, воздействуйте, да. Ну, что я могу сделать? Вот если суд даст денежки в долг, мы заплатим. Ну, я понимаю, у нас, если что, у человека нет денег, он решается на судебную защиту, что ли? Нету финансовые возможности на данный момент. Ждем. Ждем, когда появится. Ну, заработает денежки заплатит. В любом случае. Нет, он в любом случае оплатит. Почему? Потому что суд может, скажем, удовлетворить наше ходатайство. Либо о подложении, о просрочке, либо снятие с нас такой обязанности, возместить, скажем так, экспертизу за счет бюджета. На данный момент у него нет денег. Он будет, но на данный момент нет. У нас есть возможность подать ходатайство о, скажем так, рассрочке, либо освобождении. В смысле, за счет федерального бюджета есть нормы. Да. Смотрите. На тот момент, когда выносилось определение, была одна ситуация, одно финансовое положение. На тот момент мы не знали ни стоимость, скажем так, экспертизы и тому подобное. Понимаете? Сейчас, соответственно, никогда не поздно заявить это ходатайство. В суд, соответственно, мы предоставим доказательства, подтверждающие тяжелое финансовое положение. И будем ходатайствовать о том, чтобы за счет федерального, ну, за счет, как вы там говорите, там, да, не за счет моего доверителя. Вот. Это предусмотрено нормами Гражданского профессионального кодекса. Да. Вечеринка ломит в магазине. Смотрите, ситуация следующая. Ситуация следующая. Поскольку дело было приостановлено, мы не можем, скажем так, не в рамках рассмотрения дела подавать какие-либо ходатайства. Соответственно, судья должна возобновить рассмотрение этого дела, и в рамках уже судебного заседания мы подадим это ходатайство. Да, 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 но только другого выхода нет, конечно. Спасибо, до свидания. Не, ну, мы заявим, ходатайство, а там уже судья, что будет творить, он не творит. Так, все. Что мы хотели, что-то говорили, отвлекся. Так, а что в итоге? Не, вонзался, сказал, да. Все? Какого месяца? Этого? Да. Или что, она прям за три дня выздоровеет, что ли? 10-30. Или за сколько, за 8 дней? 8-10. Ой, 10-10-30. 8-10-30. А у тебя какого? 28-го июня, да. Ну, у меня какой-то суд, 28-го, я не помню, что это все, помню, что ли? 27-го, точно. 26-го, 27-го, 28-го, 23-го у меня. 29-го у тебя есть. Возможно, 29-го, 26-го у меня два суда. Один здесь, а другой в первомайке, да. Правда? Ну, я все равно приду, как бы. Уголовное дело более важно. Мне одно, чтобы допустили. Они, видишь, хотят, они просто хотят меня это прокинуть. Но ничего не получится. Все, до свидания. Видишь, они привыкли, что договорились с адвокатом, вынесли в авариске. И что, конечно, было держу, как бы не прошло. Сейчас к нам было, да? Да никому не нужен Мамаев в судебном заседании. Денис, о чем ты говоришь? Вот она, пускай, расклёбывает. Да. А может, реально не допустить, да, вообще? Не может она не допустить, я уже сказал, что у них... Если не допустит, если не допустит, это будет тебе только в пользу. Потому что, если они вынесут обвинительный приговор, его отменят. Чё, куда? Мы по своим делам. Вот сюда, это даст, но... Напиши, звонит. Хорошо. А сбросит мне обвинительное заключение фотки. Сфотографируйте. Только так, чтобы у него так вот было. Всё, всё ровненько, чтобы... Это торопился, когда фоткался. По порядку, чтобы всё было. Ну... Было. Сфотографируйте. Продолжение следует...